Волонтеры-медики организовали очередной мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи. Инструкторы рассказали студентам КАЛМГУ, как оказывать помощь не только в теории, но и на практике. Все подробности в материале Светланы Джиевой. Студент 2-го курса медицинского колледжа Нимгер Бомбаев с детства мечтал помогать людям и при выборе профессии долго не задумывался. Как говорит будущий врач, от того, насколько быстро и качественно оказана первая помощь, зависит, выживет ли пострадавший. Следует помнить, что первая помощь оказывается при предварительном вызове бригады врачей. Имея небольшой багаж знаний и простые инструкции, каждый может спасти чью-то жизнь. Была ситуация, когда у нас студентка упала, у нее был приступ эпилепсии. Все мы знаем, что такой приступ бывает часто, что люди не знают, что сделать. И, конечно же, я сам лично не оказывал, но мои друзья, они оказали ей первую помощь, потому что многие, наверное, думают, что почему-то, когда человек начинает биться, то нужно засунуть ему ложку в рот или высунуть язык. Конечно же, мы знаем, что нельзя это делать, потому что мы можем повредить человеку зубы. Также у нас есть замечательный проект, специальное направление, называется «Добро в село». Волонтеры-медики, которым уже доксившие 18-летие, выезжают также в районы, в поселки, где они также проводят мастер-классы, также о том, как хорошо вести здоровый образ жизни и рассказывают о болезнях. После закрепления теоретических знаний ребята оказывали первую помощь друг другу. Обрабатывали условные раны, останавливали кровотечение, накладывали повязки. Кроме этого, на манекене демонстрировали, как правильно выполнять сердечно-легочную реанимацию. Ладонь и сверху прикрываем замком. Постанитесь на колени, чтобы было сбоку, чтобы вам было удобно, чтобы вес приходил на куку. Вверх, нет. Начинайте качать. Вдыхаем. Отгибаем. После обучения участники смогли задать вопросы, например, что делать при приступе эпилепсии, солнечном ударе, потере сознания, остановке сердца и о многом другом. Абсолютно на каждый вопрос инструкторы дали ответы. Также волонтеры-медики рассказали о своем опыте в добровольческой деятельности и разобрали аптечку, наглядно показав, как применяется ее содержимое на практике. В мастер-классах это проводят, это очень полезно. Я сама участвовала во многих мастер-классах. Я, окончив колледж, начала уже осознавать всю деятельность медицинской сферы. И уже делаю уколы, делаю капельницы дома на дому своим родственникам. В будущем я хочу стать врачом-сурдологом. Я выбрала медицину, потому что со школы мне всегда это нравилось. Сама медицина мне нравится, нравится работа с людьми. Но я считаю, что такие мастер-классы нужно проводить, потому что первую помощь должен знать, я считаю, каждый человек, так как бывают различные непредвиденные ситуации. И если человек знает первую помощь, то он сможет оказать ее и спасти человека. Халмыцкие волонтеры-медики постоянно обучаются в регионах страны, повышают свой уровень знаний и мастерства. Всероссийское общественное движение волонтеров-медиков набирает обороты среди студентов медицинских учреждений. Ежегодно помощь и поддержку волонтеров-медиков получает более 4 миллионов человек. Светлана Аджи, Владимир Суглинов, информационная программа «День республики».